Сегодня день вся конфета. Я еду на рынок. Все как обычно, все по плану. Я заспана, обычно не накрашенная. Все хорошо, солнышко светит. Давайте встретимся на рынке. Я на месте, приехала, пошла с автобуса и иду. Рынок есть сегодня, солнышко, погода хорошая, тепло. Так что, думаю, что-нибудь найду. Не, ну они издеваются. Они не думают привозить ничего нового, да? Ну ладно. Идем дальше. У этих все старье. Капец. А не думайте, если они за неделю не продали? За второе обязательно кто-то что-то купит? Может быть. Все, видно, что в ресторане роется. Здесь сумки. Даже между проходами сильно не прорвешься. И ходится обходить. Не знаю, у меня есть эти кеды. Кстати, это вообще отличное состояние было, даже новое. Мне не нравятся бордовые шнурки. Ну и что, на самом деле, даже показать нечего. Один мусор какой-то. Но они просто издеваются, знаете. Не знаю. Час, ничего не нашла. Жилечный, какой-то дешевый, что-то потреб. Какое-то платье. Берите, так нечего. Нет. Производство работа. Это даже все мусор. Мусор. На самом деле, такое все. Синтетическое. Из этих штанов, какие-то, ну что это такое? Ну как это вообще можно куда-то применять, а? Не знаю, тряпочки, 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 безымянные, безразмерные, синтетические. Ди мусора. Ну, какое-то платьичко весело, сейчас посмотрим. Ну да, веселое платьичко, платьишко, платьичко с печальными кубычками. Как не назови, родственное веселое, родственное. Ну, смотрите, какой спортивный левчек Стэлла Маккартен. Адидас, ну, умный, какой-то срезер. Кому-то мешало. Жалко. Что-то что? Клупалник, стейдо. Смотрите, какой красивый шелковый пиджак винтажный. Такой цвет. А, нет, обманула. 17% от шелка и 83 лисков. Но все равно я бы купила, но у меня некуда. Ну что, хоть я и ныла на рынке, что ничего нет, ничего нет, но я все-таки кое-что прикупила. Сейчас я вам покажу. Заодно покажу цунами, которая просто обалдела, пока отца нет. Он на работе, она дрыхнет на диване. Ей никто не разрешает. Ну, мамка, конечно, позволяет вот это на голову садиться. Посмотрите. Ну, это ужас какой-то. Ну, ужас какой-то. Цунами. Не так целыми днями. У нас уже стало жарко, и надрыхнет целыми днями. Ну что, давайте обзор начнем. Здравствуйте. Я сегодня поменяла как-нибудь локацию. Меня цунами выстелило с дивана. Ну и ладно. Сегодня давайте я продолжу видео. Я решила все-таки записать такие видео, да, посмотрела на рынок и показала, что купила. То есть, значит, это говорит о том, что сегодня вторник. Я уже с утра сбегала на рынок, отоварилась и села вот показывать вам. Сразу предупреждаю, что я еще ничего не делала, никого не чистила, никого не стирала. Показываю все как есть. Я жаловалась, что сегодня отвратительный рынок. На самом деле так оно и есть. Рынок действительно был ужасный. Какие-то тряпочки яркие, 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 тряпочки, тряпочки, тряпочки. Я ехала на рынок в этот раз. Я знала, что, скорее всего, там ничего не будет. Но почему-то мне загорелось, очень захотелось купить себе белые кеды. Просто, знаете, как высокие белые кеды. Не на танкетке, а именно высокие, выше косточки. Обычные конверс белые. Почему? Я как-то на остановке увидела девушку. Она была в джинсах, в высоких конверсах белых и в белой рубашке, в белой футболке. Оно так круто смотрится, на самом деле, я вам хочу сказать. Я решила, мне тоже нужно вот такие точно высокие кеды. Обычные белые. Я почему-то подумала, что я найду их вот так вот, очень легко и быстро, но не тут-то было. Я перерывала все обувные кучи. Были короткие белые кеды, были голубые, были красные, были в цветочек, были в елочку, были, я не знаю, в мордашке какие-то. Цветочки, кстати, тоже были. А белых высоких нет. Ну, я, знаете, даже были вельветовые, бледно-бледно-розовые. Я даже думала их купить, но потом подумала, нет, ну не буду я размениваться на всякий мусор, на всякую ерунду, не хочу. Хотя столь достаточно демократично, 5 евро. Но я купила другие, все равно купила, и вы видели, я их мерила на рынке. Вот такие вот кеды я купила, сейчас я вам покажу сразу шнурки. Но что мне не очень нравится, я в прошлый раз хотела их себе купить. Не знаю, что-то меня остановило в прошлый раз, ну не знаю, они для меня, они не летние, да, они вот буклированные, черные. Для меня это осень, весна, может быть даже теплая зима, ну так как в италии нет снега, скорее всего, возможно в таком ходить. Недалеко и недолго. В принципе, кеды в отличном состоянии, сейчас я вам покажу их поближе. Вот видите, все здесь на месте, подошва не стертая, вот все так хорошо видно. Единственное, что внутри они вельветовые, видите, и вот весь мусор собирают на себя. Я еще, повторюсь, ничего совершенно не делала, я сейчас их буду стирать. Но, как видите, все в хорошем состоянии, все надписи, все цифры, пяточки не стерты, все отлично. Носочки хорошие. Да, я повторюсь, мне не очень нравится, единственное, что здесь бордовые шнурки. Я не совсем понимаю, почему к малиновым надписям бордовые шнурки. Тут есть, конечно, бордовые, но совсем немножко не такой, вот видите. Ну, не знаю, бордовые так бордовые, пока буду носить так, может быть, получится поменять. Я бы такая поменяла на бирюзовые шнурки или на черные. Вот такие кеды. Идем дальше. Следующее, что я купила, это сумку. Я думаю, что вы видели эту сумку в предыдущем видео на прошлой неделе. Это вот такая вот небольшая сумочка замшевая. Мне понравился цвет баклажанный. И я прикинула, что эта сумка отлично сочетается вот с этими кедами. Что в ней хорошо, что плохо? Хорошо то, что это красивый цвет. То, что достаточно сумка не изношенная. Все вот здесь вот в отличном состоянии. Я ее купила всего лишь за 1 евро, повторюсь, если уже говорила. Мне нравится ее модель. Видите, молния спереди. Я думаю, что здесь был какой-то бренд, но он удачно отвалился. Вот видите, остались две дырочки здесь. Не насквозь, конечно, здесь насквозь нет. Просто внутри он видно был. И он отпал. На молнии что-то написано, какое-то непонятное слово. Я так и не поняла. Но это не важно на самом деле. Я ее купила для каждодневного использования. У меня такие сумки в ходу. Я их очень часто пользую, часто меняю. И, конечно, я ее купила за цвет. Вот эта вот тарактушка, цепочка, это не от нее, естественно. Я так понимаю, что сумочка была... Извините на секундочку. Давайте продолжим. Много ускорбила судорога. Что хочу сказать. Вот эта вот цепочка не от этой сумки. Это просто прицепили, какая попалась под руку. Совершенно дешевая. Очень легкая. Вот такая вот цепочка. И для меня она немножко коротковата. Я бы с удовольствием носила эту сумку через вот так плечо. Но она получается практически под грудью сразу неудобно. Чуть-чуть бы длиннее и было бы отлично. Никто бы ничего не менял. А так на плечо, ну, не очень удобно на самом деле. Вот такая вот сумочка. Не маленькая, вместительная. Просто вот такой вот замшевый мешочек. Далее. Идем дальше. Дальше у меня было две рубашечки. Одна рубашечка без рукавов, типа жилета, фирмы Чрути. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот. Отличная рубашечка. Посмотрите, как сделаны красиво плечи. Какие здесь швы. Я обожаю такие швы. Я уже как-то говорила. Вот видите, через стежок. Сразу видно вещь. Качественная, дорогая, фирменная. Пуговички брендированные. Рубашечка очень нежная, легкая. Она, видите, бритаменная. И книзу немножечко расклешенная. Сзади просто вытачки. Вот такая вот рубашечка. Здесь, по-моему, 80% хлопка. Сделано в Болгарии. 80-18. Полямида и 2 эластана. Есть запасные пуговички. Сделано в Болгарии. Размер XL. Ну, естественно, по размеру понятно, что эту рубашечку я оставляю себе. Уж очень она мне нравится. Следующая рубашка также была фирмы Скотчин Сода. Что меня на самом деле удивило, странно, я не нашла ни размера, ни состава. Сначала я подумала подделка, но потом решила, ну, кто будет подделывать рубашку Скотчин Сода. И на ней все признаки оригинальности. Сейчас я вам покажу, так что вряд ли, что это подделка. Ну, вот бирка с названием. И вот, посмотрите, рубашка сделана в виде пиджака. Вот тут такие лацканы. Пуговички все брендированные. По бокам есть два разреза. И на одном разрезе написано Амор. По-моему, вот на этом. Да. Сейчас я вам покажу вот такой Амор. Амор. Также есть вот такая железная бирочка. Написано Мэйсен Скотч. Пуговички, повторюсь, брендированные. И самое интересное, что на бирке с составом состава нет. Просто написано Маден Чина. И что еще есть? А, и на рукаве есть такая симпатичная мордашка. Сейчас я вам покажу ее. Вот она. Ну, это мордашечка. Я такую уже видела. Это на Мэйсен Скотч. Они иногда такие пришивают. Ну, каким-то, наверное, определенным коллекциям. Вот такая вот рубашечка. Спереди она чуть короче. Сзади она чуть длиннее. На меня она маленькая. Это размер, скорее всего, СМ. Что-то я не пойму, как-то она не очень ровная. Вот такая вот. Интересная рубашечка. Симпатичная. В отличном состоянии. Хорошего качества суперовского. У меня такое впечатление, что она даже практически не ноженая. По крайней мере, я не вижу у нее следов носки. И последнее, что мне удалось купить. У тех продавцов, которые, я говорила, что у них опять старье, ничего нового. Уже на выходе я к ним подхожу иногда, когда есть время. Так как они все равно у нас в городе на следующий день. Думаю, ладно, порой. Если у меня есть время, порой. Если где платье. Я редко когда что у них нахожу. Тем более, платье. Это такая вещь, которой практически невозможно найти. Хорошее платье. Все время какой-то трикотаж. Какие-то непонятные корсеты. Все такое, знаете, старье. Ну, не знаю. Многим нравится. Я просто говорю за себя. Я люблю сейчас модно рубашки. Всякие вот такие вот халаты какие-то непонятные. Прямые минимализм. Вот это мне нравится сейчас очень. И я нашла себе такое платье. Я бы такого плана мерила в магазине КОС. Я постараюсь вам показать видео это. Все никак не выложу с магазина КОС. Давайте сейчас продолжим. Платье. Обычное черное платье. Тонкое, летнее, на бретельках. Правда, черного цвета. Что мне нравится? Оно скрывается в недостатке. Во-первых, оно, видите, спереди достаточно высоко закрыто. Вот так. А сзади спина достаточно сильно открыта. Платье длинное. Оно сзади чуть длиннее, спереди короче. И вот такой снизу валан. Вот, видите, это 100% хлопок. К сожалению, все бирки срезаны и с составом, и с названием бренда. Ну, я это платье покупала для себя. Даже здесь есть, видите, шлепки для пояса. Но пояса самого нет. Ну, в принципе, это не важно. Платье совершенно черное. Здесь можно вставить совершенно любой пояс. И цепочку, и какой-нибудь красивый там, с какой-нибудь красивой застежкой. А можно было бы совсем без пояса. То есть мне, если честно, нравится совсем без пояса. Знаете, такая девочка-колокольчик. Вот такое вот платьечко мне досталось. Платьюшко, как хотите, называйте. Хоть горшком, как говорится. Вот такое вот платье. Для меня оно просто платье. Ну, вот и все на сегодня покупки. Все, что смогла, показала. Все, что нашла, тоже показала. Давайте, до новых встреч. Всех люблю, целую. Завтра, надеюсь, также выйдет видео, потому что завтра среда. Я обязательно пойду, потому что там будут мои любимые продавцы. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...